Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс, на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Сообщает, что Гарик Харламов покидает Камеди Клаб, дорогие мои сплетники, сплетницы. Цитата, было прекрасно провести с Пашкой эти годы Камеди, но пора уступать дорогу молодым. Бибур в добрый путь, а я наконец-то спать, так сообщил Воля, Павел Воля. И в пятничном номере будет уже новый комик Андрей Бебуришвили, вот оно как. Вы знаете, смотришь, читаешь вот эти вот новости про то, что только что не так давно на днях говорили, что на ТНТ нечего больше снимать, потому что элементарно люди разъехались, звезды разъехались. Я думаю, сейчас ТНТ судорожно пытается хоть каким-то образом заменить достаточно легендарную фигуру Гарика Харламова. Я Харламова не люблю, для меня Камеди Клаб в принципе это не мой контент, назовем это так. Я не буду сейчас осуждать те, кто смотрит, те, кто религиозно вот прямо-таки наслаждается этим действом, не мой контент. Но тем не менее я понимаю, что имел право на существование. А вы знаете, в то же время, дорогие мои, Камеди сейчас в принципе комедия, стендап. Это тот очень тонкий лед, по которому очень страшно ходить, потому что шаг влево, шаг вправо. Упаси боже, ты допустишь одну острую шутку, или знаете, даже не то, что острая шутка, а шутка, которая может быть воспринята неоднозначно. И сразу конец карьеры. Если конец карьеры, если не уголовное дело, если не вброс фейков, если не дискредитация. И сейчас люди бегут. Вы знаете, все огромное количество комиков, стендап-комиков уехало уже. И вот потихонечку самые настоящие звезды уезжают тоже. Повторюсь, я не буду рассматривать Гарика Харламова в контексте огромной звезды. Сам факт, что Гарик Харламов звезда состоявшаяся, в этом невозможно сомневаться. И сейчас, я думаю, пытаются искать свежую кровь, свежие лица, чтобы играли по всем правильным правилам, которые доступны сейчас в России. Все вы знаете, очень сложно со свободой слова, со свободой самовыражения, какой-то гражданской позиции. А люди заработали себе серьезные финансовые подушки и разъезжаются. Не знаю, уедет он или нет из России, но то, что он сейчас ушел из Камеди Клаб. Такая вот, знаете, не знаю, печальная, не печальная, но новость. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники и сплетницы. Что вы думаете по поводу контента в принципе, да? Лично я сейчас смотрю, единственное, что смотрю, это Ну-ка все вместе и битва экстрасенсов. My guilty pleasure, назовем это так. Какая-то моя битва экстрасенсов, знаешь, что все это ерунда, но все равно не оторваться. А так смотреть нечего. Мне многие говорят, нет, вот блогеры продолжают там что-то снимать, кто-то там что-то пилит, какой-то контент. Те блогеры, кого я смотрел, их нету. И нового контента не рекомендуется. Я понимаю, монетизации нет, но в принципе сложно сейчас снимать, что бы то ни было. Кроме какого-то поверхностного контента, который не загружает ваши мысли. Печаль, печальная. Дорогие сплетники, все вы знаете, у меня есть мой основной канал. И раз в субботу мы с моей любимой мамой гадаем на интересных, спорных людей на том самом канале на картах Таро. Разбираем их личности, разбираем, пытаемся как-то их проанализировать. И в эту субботу вышло вот это вот замечательное видео. Да-да-да, про Маргариту Симонянс. Просили давно, просили просто месяцами. Мы вас услышали, было интереснейшее гадание, безнадежное гадание. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Обязательно подписывайтесь на мой основной канал. Видео-то выходит раз в субботу. Ох, в следующую субботу будет такой же разрыв мозга. Но очень интересно послушать ваше мнение. Кто уже посмотрел это самое видео, кто не посмотрел. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень это все интересно. Только сел записывать видео, приходит курьер. Принесли мне в мою коллекцию нового Кьюпи. Кто не знает, я огромный коллекционер Google Кьюпи. Кьюпи это те самые пупсики, которые в свое время, наверное, 30-е из Америки, да? Это шикарная вещь. Огромное количество людей коллекционирует Кьюпи. И вот сегодня мне пришел вот такой вот замечательный пупс. Гигантский, невероятно красивый. Дорогие мои, чаще всего вот я в последнее время начинаю заказывать таких вот пупсов на Алиэкспресс. Его сейчас заказал несколько и вот первый как раз пришел. Вы посмотрите, какая красота. И, кстати, дорогие мои сплетники, я совсем забыл про самую длинную распродажу. 11-го, 11-го на Алиэкспресс. И вот сейчас, смотря на него, я понимаю, я мог бы купить его гораздо дешевле. А еще вернуть часть денег с кэшбэк-сервисом мега бонус. И все вы знаете, я просто заборачиваюсь с технической точки зрения. И сейчас, кроме Кьюпи на Алиэкспресс, я присмотрел себе парочку товаров для съемок. Многие бренды, которые закрылись, сейчас втихаря продают там свои товары. Ну а мега бонус, это самый надежный кэшбэк-сервис, который я знаю. У них самый крупный кэшбэк в магазинах во всем интернете. И как мне сообщают мои сплетники, недавно был повышенный кэшбэк в 5 раз в золотом яблоке. Девочки, берите себе на заметку, на время самой длинной распродажи 11.11 мега бонус дает повышенный кэшбэк на Алиэкспресс до 30%. Да, вы не ослышались, 30%, дорогие мои, в зависимости от вашего уровня в программе лояльности. Чем выше ваш уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк на всех магазинах. Ну а теперь слушайте, дамы и господа, только переходя по ссылке в описании, ну или по этому вот QR-коду, вам дадут плюс 3 уровня лояльности на 14 дней. Успевайте, тратите деньги с умом и получайте восхитительный кэшбэк и заполняйте себе дом шикарными товарами. Обожаю, звезда моей коллекции. Все ссылочки будут в описании. Пострадавшая в ДТП с блогером Биллом, депутат, захотела с ним встретиться. Мария Артемова, смотришь на молодую женщину в коляске и просто кошмар. Она заявила, что рада освобождению блогера, ах, вон оно как бывает, да. При этом отметила, что Билл с ней не связывался, она пересла несколько операций, сейчас передвигается исключительно в инвалидной коляске. А Билл отсидел меньше года и вот сейчас он на свободе, кривляется в телеграмме своей жены. Ну, знаете, новая жизнь, новые возможности. Обещала, повторюсь, как он говорил в нашем прошлом видео, что больше такого подобного контента он делать не будет. Но посмотрим. Не осталось-то, в принципе, нигде этого контента делать. Сейчас страшно сказать, что бы то ни было, что бы не прилетело. Света Лобода объявила о своих концертах. Смотрим. Привет, США! Я очень рада, приглашать всех вас на мою шоу. Привет, Америка! Я очень счастлива, что наконец-то я к вам. И везу новую программу. А также улюбленные вам хиты. Буду багато сюрпризов. И для меня очень важно, особенно сейчас, спевать для вас. Потому что вы, Украина, как и каждого дня, борются вместе с Украиной. Проте агрессии и зла. Да. Вы знаете, я стараюсь не привязываться к речи, но продолжают гнобить ее за то, что поет она песни на русском языке. Вы знаете, выслали мне ребята из Майами, вот только что был у нее концерт в Майами, выслали они видео своего концерта. Но отрабатывает. Света Лобода нужно отдать ей должное. Она большой профессионал, когда дело касается живых выступлений. И в этом сомнений быть не может. Потому что она объективно одна из тех людей, которая задирает планку. И эту планку она в состоянии держать. Спорная сейчас ситуация. Но Света Лобода постоянно, регулярно и везде поддерживает Украину. Многие украинцы начинают сомневаться, на самом деле, в том, что такое количество поддержки родной Украины со сцен американских и европейских. Немножечко too much, да? Сейчас воспринимается это как слишком много патриотизма. И поэтому начинают подозревать, что Света Лобода сейчас, на данный момент, она больше пытается убедить свою публику в том, что она настоящий патриот Украины. А не в том, что она действительно эту саму Украину поддерживает. Макс Барских, говорят, дорогие мои, в общей сложности, вроде бы, передал 800 тысяч евро, насколько я знаю, в фонд ВСУ Вооруженных сил Украины. И, говорит, продолжает он делать вот эти вот концерты, деньги от которых идут на поддержку военных в Украине, на поддержку защитников Украины. Вы знаете, у меня нет проблем с этим, потому что я понимаю, что Макс Барских, он, ну, очевидно, как Украине сердце болит, и он действительно что-то делает, в том числе финансово помогает. Но у меня проблемы немножко с другим. Не нужно было одевать форму и говорить, я пойду на передовую, когда, на самом деле, ты продолжаешь делать свои концерты. Сказал бы, ребят, я сейчас поеду в ту, по миру, и я буду зарабатывать деньги на нужды ВСУ, здесь бы у меня проблем не было. Но когда Макс Барский говорит одно, а потом начинает делать что-то другое, вот прям противоположное, да, вот здесь у меня начинаются реальные проблемы со сприятием слов того или иного человека. То есть, вы понимаете, нужно лохматить бабушку, делай то, что ты делаешь, и не стесняйся обозначать все это. Сейчас послушайте ваше мнение, дорогие мои украинцы, что вы думаете по поводу Светы Лободе? Верите ли вы Лободе или нет? Вот это вот интересно. Опять же, Ирпень, ее родной город, помогает, помогает, ездила туда, да, вот такая ситуация. Говорят, Максим, сейчас беременна, в третий раз об этом сообщают инсайдеры. Вообще, мало информации по этому поводу, от кого она беременна, мне вот прям очень интересно, потому что очень часто те официальные мужья, официальные бойфренды, которые у нас на горизонте болтаются, это одно. А от кого она на самом деле беременна, вот это я не знаю. Но вот так вот, дорогие мои, Максим, в любом случае, здоровья здесь мы не будем, здесь припоминать ничего. Но все вот эти вот кривлевские темы. Вы знаете, только что сейчас записали песню «Встанем». Кто там только не был. И Григорий Леп, и Надя Бабкина, Лариса Долина, ну и, конечно, там был наш Сережа Лазарев и Басков. Записали они вот эту вот животрепещущую песню. Вы знаете, ребят, я понимаю, что они делают, потому что каждый раз, когда я что-то пытаюсь комментировать и осуждать, мне сразу огромное количество людей пишут из России. Нет, ты не понимаешь, это Россия, это наша родина, не нужно здесь всех русских гнобить. Понимаете, создали вот четкую линию между Путиным, между Кремлем и между Россией. И вот сейчас я вижу, что они делают. Они давят на больное. Ведь огромное количество русских патриотов, которые действительно любят свою родину, которые действительно до слез на глазах, назовем это так, любят свою родину. И сейчас очень сложно критиковать вот эти вот песни, которые гламуризируют войну. Понимаете, вот стоит вот этот вот видеоряд, известных, уже, конечно, немножко замшелых, там Сережа Газманов, там кого там только нет. Одну пыль вытряхнули, да? И вот они стоят, очень красиво снят видеоряд. Очень эмоциональная песня, меня вообще это не трогает. Знаете почему? Потому что вот стоит видеоряд исполнителей, а дальше идут танки, а дальше идут военные, дальше идет эта литера Z. Идет жесткое смешание понятий, идет жесткое смешание в одну кучу, кучу малу. Любовь к родине, к России, правильная линия партии, своих не бросаем, все правильно делаем. Вот эти вот танки Z на территории соседнего государства, ты смотришь и думаешь, господи, боже мой, какая же великолепно отработанная пиар-машина сейчас в Кремле. Как великолепно они работают, ребят. Вы понимаете? И я думаю, если бы я жил, например, теоретически в России, я бы жил в сегодняшних реалиях, да? И понимаешь, что сейчас идет вот эта вот мобилизационная экономика. Сейчас восхитительно вышло видео на канале редакции. Обязательно оставлю ссылочку на него в описании, где проводят четкую параллель между 1939 годом, когда почти половину заработной платы всех работников Советского Союза, миллиарда рублей, были удержаны в счет поддержки военных. Ну, тогда на Россию действительно напали, на СССР тогда напали. То сейчас ты понимаешь, что идет немножечко вот такая же экономика, и там один шажок и до плановой экономики. А плановая экономика, все вы знаете, что такое плановая экономика. Кто Советский Союз застал, вы понимаете, и ты смотришь и думаешь, а вот людям все равно. Farfetch'ы ушли сейчас из России, официально закрыли они свой офис в России. Я понимаю, они давно уже не доставляли, ничего с Марта, наверное, не доставляли. Кто не знает, Farfetch'а одна из глобальных площадок по продаже люкс-вещей. И вот сейчас официально закрыли они свой офис в России. И люди пишут, да плевать на Farfetch'у, мы найдем там, заменим. Там вон Китай есть, Турция есть. Да не в этом проблема, не в этом суть проблемы. Проблема в том, что экономика трещит. И трещит, и знаете, что трещит. И вот на 9% подняли оплату тех же ЖКХ в России, да, я так понимаю, электричество и все. Вот это вот на 7 месяцев раньше, чем должны были. Люди продолжают говорить, нет, нам все равно, нас это не трогает, у нас все замечательно. Печально. Мне за всем за этим, знаете, нездоровая атмосфера. И наблюдать за этим, неимоверно печально. Что бы вы думали, дорогие мои сплетники и сплетники, в нашем позавчерашнем видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть, мы осуждали Филиппа Киркорова. Да, мы осуждали, потому что неважно какая твоя позиция, неважно какую политическую позицию ты поддерживаешь, неважно твоя гражданская позиция, это все неважно, когда дело касается прямого оскорбления женщины. Я знаю, Филипп Киркоров, ты меня смотришь, потому что написал мне, вот Филипп Киркоров сегодня утром, вот я смотрю в 8.52 утра. Мило как, это мило все, обожаю. Какашка, 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 какашка. Я знаю, Филипп, что ты смотришь. И я, вы знаете, ребят, ооо, как же мне печально и больно смотреть на мужиков, как Филипп Киркоров, да? По идее, всегда мог бы промолчать, всегда остаться мужиком. Для меня остаться мужиком, это критично, вне зависимости от ориентации. Не важно, ты всегда мужик, ты всегда должен простить женщину, закрыть глаза на ее слова, на ее поступки, потому что ты мужик. Для Филиппа Киркорова продолжает смеяться, продолжает изгаляться на всю эту тему. Вы знаете, что интересно? Боня, Боня, вот сейчас, я понимаю, она хайпится, да, сейчас нашла она вот эту лошадь, ее Филипп Киркоров послал на три буквы, и вот сейчас ее прайм-тайм. Этим она живет, этим она существует, ей максимально важно быть цитируемой. Но, тем не менее, даже пускай воимая хайпа, я, знаете, не важно, какую цену, если ты доносишь правильную мысль. Виктория Боня пишет следующее в своем инстаграме. В последнее время меня удивляет молчание женщин в адрес мужчин, которые позволяют публично говорить унизительные вещи о них. Как часто я наблюдаю, что общество практически игнорирует это невежество. С чем это связано? Может, с тем, что люди думают, что они ничего не могут изменить? Или же, может, с мыслями о том, что это меня не касается? Так вот, это касается каждого из нас. Это была моя мысль один в один, еще три видео назад. Но наверняка Боня нас смотрит и наверняка питается умными мыслями папочки сплетников. Так вот, дорогие мои, у меня была проблема, что когда Филипп оскорбил Наргиз в ее родном городе, в Ташкенте, все сидели ни бу, ни пошел вон, ни как-то... Не было роптания, возмущения среди толпы, которую слушала Филиппа Киркорова. Все просто сидели и слушали, как мужик, мужик, оскорбляет женщину, их землячку. И все молча, это проглотили, никакого возмущения. И вот тогда я задался вопросом, почему молчат? Девки, вы же все отлично понимаете, что безумие с домашним насилием, которое декриминализировано сейчас в России, это все, ну, растет-то отсюда, да? Каждый раз, когда какой-то публичный мужик оскорбляет женщину, и это случалось не раз, и мы каждый раз подобные скандалы, инциденты здесь обсуждали. Я говорил, почему все молчат, почему нет возмущения? А, знаете, что самое ужасное? Когда заходишь к тем вот рэперам, кем-то публичным людям, Филипп Киркоровым, да? И ты читаешь комментарии именно от мужчин, в глазах мужского населения он красавец. Он мужик, он поставил какую-то там тетку на место, да? Именно отсюда растет вот это вот воспитание мужиков, что уважение к женщине, это важно, потому что женщина, я здесь сексист. Женщина это слабый пол, который в любом случае, даже если женщина сильная и умеет работать, и зарабатывать деньги, мужик всегда должен оставаться мужиком и защищать, оберегать, не оскорблять, не сваливаться на уровень женщины, которая, возможно, больше, чем мужчине. Вот печально мне смотреть, что женщины, в первую очередь, сами женщины продолжают замалчивать подобные вот инциденты, спуская с рук вот такое вот безумие. Интересно послушать ваше мнение? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, сейчас идет вот эта вот драма вокруг Джонни Деппа. Извинения за 300 миллионов долларов, да, тогда еще где-то на полгода назад упоминалась эта сумма, что Дисней готов заплатить до 300 миллионов долларов, чтобы Джонни Депп вернулся во франшизу «Пираты Карибского моря» за участие именно вот одного проекта. 300 миллионов готовы заплатить и рассчитывают получить таким образом его прощение. Я напомню, во время судебного разбирательства с Эмбер Хёрд компания прекратила сотрудничество с Джонни. И тогда, вы знаете, именно тот момент, когда все говорили, Эмбер разрушила его карьеру. И именно так выглядело вот это вот разрушение этой карьеры. И вот, пожалуйста, сейчас на алтарь отмены принесли опять его. Прилетела Рианни за то, что она пригласила Джонни Деппа поучаствовать в шоу «Фэнти». Это ее нижнего белья. И он действительно вышел и поучаствовал в этом самом шоу. И прилетела ей неимоверно сильно феминистки. Конечно, это феминистки. Этот самый троллинг, эту самую тему они не оценили от слова совершенно. И говорят, пишут ей, что типа совсем она поехала головой, раз позвала на шоу абьюзера, когда ее саму в свое время неимоверно сильно прикладывала руку ее тогдашний бойфренд. Я повторюсь, дорогие мои, про абьюз со стороны Джонни Деппа был суд. Суд вынес решение, что он не был виноват в домашнем абьюзе. Эмбер делала все, записывала все, чтобы... Видимо, знаете, ведь очевидно, да, смотря на вот эту вот подготовку к финалу, к разводу, она готовилась, и готовилась не один месяц. И наверняка были правильные провокации. И даже с этими провокациями, с этими неоспоримыми доказательствами абьюза она не смогла выиграть дело. Но вот сейчас Риане прилетела, а я думаю, знаете, плевать ей. Потому что в данном случае он оправдан, и феминист, и которым лишь бы кого заковаривали. Блин, да я ловлю себя сейчас на мысли, да. Вроде как где-то я говорю, женщине не можно больше, чем мужчине, и в то же время вроде как одобряю абьюзера. Вы знаете, в свое время, дорогие мои, кто смотрит меня регулярно, видео у нас здесь выходит каждый божий день, я стоял на стороне Эмбера. Правда, это была чистая правда, да, когда меня убеждали сводки из суда, что Джонни Депп был абьюзером. Я никогда не встану на сторону абьюзера. Никогда. Харви Лайнштейн, вот эта вот таблетка, которую мне далась проглотить, очень сложно, да, потому что я неимоверно уважал его как деятеля в Голливуде. И после того, как доказали, ну что ж, значит был виноват, да. И здесь я уже никогда поддерживать это все не буду. Ну а так, это все неимоверно печально, что сейчас лезут в эту тему печально. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники и сплетницы. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и вот, пожалуйста, дорогие мои, сейчас полетело по всем пабликам. Это из местного локального Барнаульского. Паблика вот такое чудо встретила в магазине. Пишет одна из, я не знаю, кто это, администраторов подсушенного в Барнауле, да. Это видимая пропаганда ЛГБТ. И здесь вы видите игрушку Хаги-Ваги, известная игрушка, которую про дети все сходят с ума. Я не понимаю эти игрушки, но дети любят. Мои племянники играют с этими игрушками. Из-за таких как раз игрушек дети и становятся ЛГБТшниками. Потом не удивляйтесь, что через несколько лет ваш бэби скажет, что он именно ЛГБТ. Конечно, слово было оскорбительно, и дальше оно добавляет. Тихий ужас, да. И дальше понеслась вот эта тема. Читать всем хорошие новости, пишет Елена Соколова от 2 октября. Здравый смысл, и мы с вами победили в этой схватке с монстрами. Со всех прилавков лезут в души к нашим детям. Спасибо всем, кто читает мою серию постов о монстрах Хаги-Ваги в детских комнатах, в садиках и на праздниках. Мне осталось равнодушными. Это вы комментариями, отзывами, справедливыми, возмущениями подняли рейтинг. А тем о монстрах в детском мире. Мне стали писать из общественных организаций родителей, репостили информацию на серьезных сайтах психологов, родительских чатах. О других и вспоминать не буду. Но тема звучала громко по всем соцсетям, собирая огромную поддержку от коллег и родителей. О других и вспоминать не буду. Но имя их легион. Столько зла и агрессии в защиту этих милых пушистиков от продвинутых, не зашоренных. Мам, как они себя называют, я еще не встречала. И, значит, справились. Нас услышали. Получилось так, что, дорогие мои, наша капля в мире возмущения была важной. Подняли целую волну. И сейчас уже доказательно рассказывают о нарушении психики детей, которые играют с игрушками Хаги-Ваги. Я просто терпеть не могу цензуру в любом ее проявлении. Если родители считают, что игрушка Хаги-Ваги, она неуместна для ребенка, это на совести родителей покупать ему или ей эту игрушку или нет. А не какая-то тетя инициативная, я же мать, у которой ноль психологического образования, но которая начиталась в интернете и пошла войной вот на эти вот самые безобидные игрушки. Ничего страшного Хаги-Ваги я не вижу. Никаких монстров я не вижу. Мы выросли вообще во времена, что там у нас было в Ферби, да? Эти вот глазастые, непонятные. Какие же монстры? Ой, ребят, слушайте, знаете, каждую тетку, не пойми, из какого Барнаула слушать, прислушиваться к мнению и брать ее экспертную позицию по тому, во что мои дети будут игды. Гуляйте вы лесом, знаете? И говоря про радужного Хаги-Ваги, кто не знал, вот это вот, дорогие мои, флаг еврейской автономной области. По такой кривой дорожке идти, я так понимаю, что в еврейской автономной области вообще повально все ЛГБ. Я без шуток. Я сам только что узнал, что в еврейской автономной области радужный флаг это флаг этой области, да? А вот, пожалуйста, дорогие мои, смотрим моменты воспитания в детском саду номер один в Стерли-Тамаке. Да, дорогие мои, то, что мы зацензурировали, это как раз то, о чем вы и думаете. Знаете, вот наотмашь учат воспитанников детского сада номер один в Стерли-Тамаке безумные няньки. Вы знаете, что самое ужасное, да? Ведь такие моменты, которые попадают на видео, это просто капля в море. То, что воспитатели в детских садах, то, что воспитатели в каких-то начальных классах в России используют физическую силу, чтобы донести свою мысль малолетним. Вот это страшно, вот это страшно. С вот этим вот нужно бороться, а не просто какие-то разовые увольнения. И только по той причине, что эта тетка, безумная тетка попала в данный момент на камеру, да? И вы знаете, дорогие мои сплетники, когда ты думаешь о радужных хаги-ваги на одной чаше весов, когда ты думаешь о таких вот безумных тетках на другой чаше весов, то есть, вот просто, знаете, в голове не укладывается, как здесь можно проводить какие-то параллели между радужными игрушками и тем, кем ребенок вырастет, когда он вырастет. Мне интересно, неужели, вот психологи, реально психологи, неужели игрушка хаги-ваги, вот непосредственно вот эта игрушка, на них сейчас все ополчились, особенно радужная. Вот давайте напишем, вот почитаем в комментариях сейчас психологов, реальных психологов, неужели? Ну это, конечно, сейчас я спрашиваю риторические вопросы, но тем не менее интересно послушать ваше мнение. Неужели радужная игрушка может сформировать ориентацию у несовершеннолетнего? И неужели радужная игрушка, или вообще просто страшная игрушка-монстрик какой-то, да, может хоть каким-то образом повлиять на психику ребенка? И вот постоянно же понимаешь вот эту вот ситуацию, когда поднимают руку на детей, потому что тройку принес, да? Вот это должно быть запрещено, а не радужные игрушки, а не монстрики. Но это вот лично моя такая, знаете, позиция, поэтому интересно послушать ваше мнение. А то, что я сейчас делаю, вы все отлично понимаете, что я сейчас делаю. Я занимаюсь вербовкой, потому что вы видите сейчас радужного тролля, и он делает с вашей психикой именно то, о чем вы сейчас думаете, да? Если вы сейчас, вы мужчины, будете смотреть на круги и пятые точки ваших друзей, а женщины будут оценивать красивые груди своих подруг, это благодаря моему троллю и благодаря той пропаганде, которая занимается... Ладно, все, зашутились. Интересно послушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Мы борцы за гуманное отношение к братьям нашим меньшим. Мы то комьюнити, которое не раз помогало выбираться из долговых ям огромному количеству приюта. Ребят, продолжайте делать замечательное дело поддержки приютов. Продолжайте помогать, продолжайте доказывать всем мире, что мы сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Лично благодарны всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью нам действительно становится легче, и мы продолжаем выпускать видео для вас каждый божий день. Поэтому благодарны всем, кто помогает нам копеечкой, ну и элементарно не пропускает рекламные интеграции от самого Ютуба. Спасибо всем за внимание, увидимся обязательно завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok